В Луганской области создается спецподразделение по охране общественного порядка «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД. Желающие поступить на службу с сегодняшнего дня могут приходить в милицию с военным билетом, паспортом и медицинской справкой о состоянии здоровья. В целом, обстановка в Луганске сегодня спокойная. В полдень у здания СБУ состоялся уже традиционный пророссийский митинг. Руслан Мищенко расскажет, как это было. Требования пикичиков неизменны. Федерализация, освобождение задержанных активистов, русский язык второй государственный. А еще сегодня объявили о всеобщей мобилизации в ряды так называемого народного ополчения Луганска. Его собираются задействовать в случае провокации, беспорядков. Запись всех желающих ведут в здании Гургаза. Объявлена мобилизация в ополчении, народное ополчение. Подтягиваются люди, луганчане, область подтягивается. Равнодушными, наверное, это никого не оставит сейчас. А тем временем рядом со зданием СБУ в сквере памяти разрастается палаточный городок. Сейчас он занимает уже половину территории парка. Горожане несут сюда еду и теплые вещи. Идти до конца, до победы. Так что мы настроены решительно и нас никто не испугает. У нас основная ударная сила это наши шахтеры. Если уже они поднимутся, то все, будет гореть земля у всех под ногами. По словам жителей палаточного городка, продуктов у них уже столько, что в ближайшие дни их будут раздавать местным детским домам. Само здание СБУ, возле которого разбили лагерь пикетчики, по-прежнему в руках пророссийских активистов. По информации областной прокуратуры, переговоры с захватчиками о сдаче оружия и освобождении здания продолжаются. Пока безрезультатно. И уже завтра истекает срок ультиматума, который пророссийски настроенные поставили губернатору области. Они требуют от Михаила Болотских признать центральную власть нелегитимной и объявить о проведении местного референдума о федерализации. Иначе обещают штурмовать здание обл. администрации. Сам губернатор никаких комментариев пока не дает. Руслан Мищенко, Виталий Ромас, телеканал Интер.